в общем все вечер возвращаемся уже в отель там впереди кадр идет идет под машиной бросается перед машиной становится с телефоном разговаривает ноги его не держит в общем весело а мы идем до фруктов хотим дойти сейчас фрукты взять но надо как-то чтобы парень это все-таки прошел не в адеквате бывают и такие ситуации а вот фруктики видите что они уже все почищены я них так мечтала а вот арбуз арбуз а 60 60 арбуз вот я хочу арбузик а взять вот берите манга я арбуз возьму я хочу арбуз смотрите какой у нас королевский стол только в таиланде можно сделать такой королевский стол но вот это не смотрите это у нас так для красоты лежит а вот и вот это вот для вкус такая вот красота всем привет дорогие друзья продолжается вернее начинается мой отдых в таиланде сегодня будет обзор моего отеля отель маленький отель 3 звезды всего 10 этажей тем не менее здесь есть свой собственный бассейн просторные уютные номера и хорошая цена плюс очень вкусный завтрак я его сегодня заценила давайте посмотрим что же представляет из себя мой отель саншайн виста и у него очень очень удобное расположение находится он в центре вот сейчас за моей спиной отель сям сям довольно таки известный отель потому что наверху на крыше этого отеля тоже располагается бассейн и там очень красивый вид на город ну а мы с вами находимся рядом и имеем возможность посмотреть также что находится рядом в окрестностях а мне до сих пор не верится что я каким-то образом по мановению волшебной палочки оказалось из зимы в лете понимаете вот у нас сейчас снег серость солнце нет а здесь солнце во всю упоительно в общем упоительный таиланд поехали так дорогие друзья завтрак в отеле давайте посмотрим чем у нас здесь будут кормить завтрак включен стоимость тура стоимость проживания у гостиницы ты пожалуй наверно единственное что включено вот такой вот небольшое здесь помещение давайте посмотрим что здесь можно поесть на завтрак но завтрак тоже по принципу шведского стола каупаска здесь есть какая-то каша ну не каша рис точнее еще рис еще рис сосисками вот это не знаю что такое это очень похоже на кальмары подписанные не пойму на каком языке мне нравится что здесь очень мало людей практически никого нет сосиски есть яичница это что-то овощи какие-то в кляре макароны хочу сказать что завтрак очень прям такие насыщенные сосиски что-то типа тосты какие-то картошка тосты можно сделать есть какие-то такие вот бисквиты масло варенье салаты какой-то подобие салатов арбуз ананас это в йогурт можно фрукты добавлять сухие завтраки и какие-то напитки типа соков ого какие кружки огромные вот это кружки точно напьешься и кофе горячий кофе горячий чай из чай жасминовый и молоко вот еще что-то такое стоит здесь посмотрим а это суточки какие-то еще какие-то суточки так ну что нужно что-то покушать что-то выбрать здесь что-то стоит и не пойму подогревается что ли а это для китайцев что-то такое в тесте так сейчас посмотрим что же нам взять так что я взяла себе на завтрак стандартный мне кажется набор туриста рис сосиски какие-то яйцо кстати ну вот и не очереди ничего здесь нет из фруктов арбузы и ананасы и вот такую вот огромную кошку крошку кофе в общем то хочу сказать что основное составляющее здесь отдыхающих это конечно китайцы китайцы то есть русских здесь вообще в принципе нет можно покушать на улице если кто-то курит допустим покурить на улице ну а так вот так вот уютненько здесь завтрак до 10 часов хочу сказать что все тихо спокойно никто ведь никуда не бежит никто ничего не хватает что как-то все себя нормально ведут как я вспоминаю последний раз мы ездили в отель как все нахрапом убрали все здесь все всем хватает и тихий уютный завтрак не ожидали что здесь такие вкусные ананасы я налегаю на арбуза просто обожаю на наши когда они обычно всегда кисловатые а здесь настолько сладкие но я ждал что только вкусно чем что хочу сказать по поводу отеля отель мне понравился казалось бы тройка но как-то все по-домашнему он небольшой небольшого скопления людей спокойно приходишь находишь себе свободный столик нигде не толкаешься все есть все свободном доступе все приносится пополняет но я считаю что на завтрак есть принципе все необходимое может быть каких-то изысков нет но их здесь на улице хватает с лихвой здесь именно вот в этом вся прелесть ты можешь попробовать какие-то новые для себя экзотические фрукты которых ты раньше не ел и все это стоит дешево очень очень дешево то есть представьте вот на завтрак для меня это что-то нечто такое фантастическое арбузы ананасы на ужин вчера то есть даже не хочется брать обычные продукты а то есть я имею ввиду там что-то такое приготовленное хочется знаете пробовать как можно больше фруктов с собой хочу желательно провести можно больше я сейчас нахожусь на последнем этаже нашего отеля а вот он ведь рядом сям сям там многие очень фотографировать сделать красивые кадры просто отдыхают наверху но вход платный мы хотим туда тоже зайти посмотреть кто-то вот по-разному все говорят платный кто-то дает бесплатный в общем видимо наверно кому как повезет мы с вами потом все это вместе посмотрим вот такой вот обзор открывается с крыши нашего отеля моего точнее я все время забываю что я здесь одна терминал 21 этот вот новый торговый центр который здесь построили сделан он виде терминал как раз таки там таиланд в смысле таиланд там франция англия то есть каждый этаж посвящен какой-то стране мы с вами обязательно потом сделаем подробный обзор на этот магазин все походим все посмотрим сейчас конечно же у нас утро и нужно отдыхать загорать купаться все магазины на вечер далее прямо смотрите вот прямо напротив отеля тоже есть макдональдс если вы вдруг там не хотите есть по каким-то причинам тайскую еду или просто любитель макдональдс а то здесь кстати их хватает он здесь не один так море здесь тоже находится недалеко где-то но наверное пять минут пешочком ну и вот такой вот бассейн на крыше нашего отеля он небольшой но работает допоздна вчера мы приходили допоздна работает и также здесь есть вот такая вот барная стойка то есть прямо из бассейна вы можете подплыть и попросить что-нибудь налить вам попить и как видите с утра народу здесь никого никого народу а он там впереди какие-то башни огромные огромные башни посмотреть хоть сверху снизу я снизу я уже все видела сверху посмотреть здесь номера принципе здесь номера практически все одинаково какие то есть здесь по моему люкса несколько люксов а так все хорошо но вот этот кондиционер который вот сбоку видите стоит рядом на балкончике у меня вот таких два стоит и от них такой шум вот когда если открытый номер очень-очень шумно от этих кондиционеров гостиницы конечно интересно мне прям очень хочется ее посмотреть мы пойдемте с вами дальше тихо уютно спокойно точно также здесь видите есть и душ и туалет и появились какие-то такие вот китайские фонарики вчера я их не видела не обращаешь внимание сейчас покажу вам как выглядит отель снаружи вот таким вот образом небольшой хоу ресепшена вот он здесь вот ресторанчик небольшой маленький уютный это у нас завтрак здесь накрывают ну и вот таким вот образом издалека выглядит здание то есть оно небольшое а вот этот отель ведь там написано эван это отель которым отдыхает оксана и и друзья и я сейчас направляюсь к ним сегодня можно сказать первый полноценный день после перелета после того как отдохнули ну то есть как бы первый был вчера но тем не менее это все было как-то сумбурно полет потом эти как-то немножко отдохнуть заселиться сегодня уже со свежими силами выиспавшись отдохнув можно уже отдыхать на полную катушку и я сейчас иду в отель как сами с юрой мы там встречаемся вместе с друзьями с оксанинами посмотрим сейчас территорию отеля его но в принципе это вы увидите на канале оксаны а мне просто любопытно посмотреть как выглядит четверка как как выглядит тройка я вам показала и мне кажется что знаете особой разницы между ними нет четверка или тройка здесь не принципиально потому что все равно на территории отеля много времени не проводишь то есть я вчера пришла в номер в 12 ночи но здесь знаете как хорошо переносится потому что у нас разница с москвой 4 часа то есть здесь 12 ночи а у нас это 8 вечера и то есть я вчера спать легла по уместному времени в 3 часа ночи ну правда по местному времени я и проснулась я вчера посчитала что спать не оставалось 5 часов потому что сегодня мы договорились встретиться с ребятами в 10 возле их бассейн слушайте такой кайф когда дома зима а здесь лето вот он пожалуйста это бассейн голубой красивый здесь какие-то такие фонтанчики вон виде вазы все все сверкает солнце на улице светит я говорю даже не верится что где-то да вот казалось бы 9 часов лета как было бы здорово вот у всех если бы у всех вот было лет всегда ну хотя кто то конечно любит зиму но я любитель тепла знаете наверное потому что на севере выросла и у нас все время было холодно и люди любят противоположности а так прям вообще отель вот если кто-то хочет на первой линии отдыхать возьмите себе на заметку но просто вот не все говорят что море здесь грязное и напротив вот я смотрю в море очень-очень много катеров соответственно там же они на чем-то плавают правильно то есть в принципе как бы откуда но чисто но мы с вами все 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 посмотрим я вам все 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 подробно покажу а сейчас покажу как разбирают тайскую елочку потому что сегодня у нас уже 14 января кстати да многие просят говорить даты когда было снято видео чтобы ориентироваться по погоде там либо еще что-то сегодня у нас 14 января и вот таким вот образом у елочки каркас сейчас вот эти вот везде каркасные елки да и ее уже практически разобрали шарами все было очень красиво украшено смотрите какой релакс возле бассейна и в бассейне господи жить надо в кайф я хочу сказать что когда едешь в таиланд 2 3 4 вообще в любую страну уже не первый раз ты уже все узнаешь и тебе все легко и просто но когда ты едешь первый раз тебя масса вопросов а как то а как это и в общем есть такие вопросы по поводу интернета меня этот вопрос тоже волновал значит вот для пакетников да вот если вы приехали как я пакетным туром то в автобусе но мне не в автобусе мне в отеле оставили потому что у нас гида не было нас не встречала вообще в автобусе выдают всем сим-карту на этой сим-карте уже есть определенное количество по моему 15 бат что ли в общем чуть-чуть там интернет это может можете по ватсапу связаться с домом плюс дальше вы пополняете эту карту в 7-11 либо family market то есть это такие сетевые магазинчики здесь в паттайе где продается все самое необходимое по типу наших пятерочек ну я не знаю кто откуда кто откуда меня смотрит поэтому вот никаких проблем с интернетом здесь нет далее если вы допустим не купили в смысле едете не пакетным туром прям в аэропорту стоят вот такие вот я их показывала терминалы где вы можете купить сим-карту прикладывайте там свой паспорт но я прям все показывала можете посмотреть видео про аэропорт если кто-то вдруг не видел берете там по моему 399 бат то есть это 400 считаете умножайте на 2 в пределах 800 рублей вот магазин family mart это сетевой магазин точно так же как и с в общем здесь можно приобрести и продукты и интернет в том числе в общем все самое необходимое все что обычно продается где дешевле а здесь не дешевле здесь видите такой принцип что ты можешь я вот сначала когда пришла я не сразу разобралась да что можешь купить в принципе здесь вот что-то такое вот упакованное и разогреть то есть вам это все могут залить кипятком либо тут продаются разные бутерброды которые можно разогреть 8 вот все самое необходимое кто спрашивал меня знаете такие вопросы были с подколом а почему вы это не берете почему то не берете вот оно все по ценам ниже чем у нас 39 бат 80 рублей знаете сколько у нас это стоит так значит что здесь меня удивляет это вот разные вот такие какие-то совсем маленькие пакетики и что это такое здесь очень очень много такого плана вот продукции которые я вот допустим не понимаю что это такое нарисована какая-то устрица или еще что-то такое что это вот здесь что-то ребенок с клубникой нарисован что это для меня это конечно непонятно и знаете что еще удобно что здесь вот такого вот очень маленького формата то есть вот вы приехали допустим ненадолго и вам не надо большие флаконы там шампуни либо еще чего-то здесь вот они вот такие вот совсем малюсенькие вот это вот с моей точки зрения прям вообще красота а это да здесь видите как для европейцев есть вот товар который нам привычен точно так же и тайский местный товар может быть есть люди которые предпочитают вот найти все пробовать только то что в смысле все использовать только то что они знают здесь море какой-то лапши 18 бат 36 рублей лапша стоит том-ям видимо супчик лапша со вкусом том-ям 13 бат стоит вот как у нас продается у нас бомж пакеты они так называются сколько же у нас стоит 18 рублей по-моему у нас стоит а здесь 6 бат 12 рублей чуть подешевле вот такие вот макарошки какие-то с разными вкусами перчик нарисован наверное очень острые 13 бат стоит мне просто найти интересно никогда вот такой вот ну в смысле вся упаковка у них совершенно другая интересно посмотреть как это выглядит у других в принципе наверное как бы все приблизительно одинаково только здесь более острый вариант видите перец нарисован манго вот такой вот сушеный манго 230 бат но это не дешевая цена 460 рублей 460 рублей а это конфетки какие-то такие со вкусами с разнообразными тоже точно так же как у нас мармелад продается хариба орехи орехи вот у нас таких вы точно не найдете можно что-то купить такое попробовать семечки немного другие ну это я так понимаю арахис наверное со вкусами с какими-то вот это у меня муж обожает надо будет ему отсюда привезти 39 бат такая морская капуста пластинки здесь тоже морская такая же капуста но с перцем во мужу точно привезу на сувениры 39 бат ну 80 рублей такие пакеты жвачка какая-то интересная 39 бат стоит или жвачка или конфетки а конфетки 39 бат 80 рублей вот они разные бутеры которые вы покупаете здесь и спокойно разогреваете если допустим не хотите идти в кафе в какой-то либо еще что-то такой самый простой вариант 10 бат булочки вот такие вот это 20 рублей такие бутерброды 13 бат 26 рублей бананчики фасованные продается прямо уже висят 9 бат 18 рублей здесь также есть готовые обеды то есть вот рис да вот многие с собой там мультиварку берут варят вот он 15 бат 30 рублей зачем варить что-то там делать вот 30 рублей взяли разогрели поели быстрые обеды 39 бат 80 рублей вот такая вот представьте порция вот допустим 70 рублей рис и что там бобы или мясо тут все нужно пробовать вот в завтрак смотрите с яйцом вместе рис с яйцом 35 бат 70 рублей вот они тоже горячие бутерброды 37 бат с сосисками с разнообразными с это с мясом я причем только что позавтракала и есть совершенно не хотела а вам рассказываю и прям захотелось попробовать эти яйца по две штуки мы кстати вчера видели я покажу вам яйца прям привозят знаете такие сваренные очищенные и люди покупают вот это вот колбаску я пробовала какую-то с перчиком кстати вкусная колбаса мне понравилось островатенькая такая но я острое люблю поэтому с превеликим удовольствием съела напитки 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 нужно пробовать чтобы понимать что это такое продается нужно пробовать вам рассказать что это такое дринг и нарисован почему-то подсолнечник в смысле как подсолнечное масло я бы сказала написано написано дринг не масло же это знаете как не хочется покупать и выбрасывать вот это вот что-то орехи какие-то нарисованы джус сок сок со вкусом орехов наверное маленькие бутылочки ну сейчас я возьму знаете чтобы уже вот вам рассказывать не просто так давайте сейчас что-то я возьму я люблю все кофейное поэтому я возьму вот со вкусом кофе вот такой какой-то напиток стоит 12 бат это 24 рубля и возьму вот такой вот напиток тоже 12 бат тоже 24 рубля вот это вот это вот это что такое 37 бат вот нарисовано какие-то тайцы которые обретают видимо силу и здоровье чекен чекен курица причем здесь курица здесь что-то с ягодами такое нарисовано вот какого-нибудь бы тайца поспрашивать перевода нет ну вот это что-то с коллагеном по всей видимости 39 бат 80 рублей йогурты я йогуртов не любитель просто вам цены показать 28 бат стоит йогурт 28 бат я йогурты вообще не люблю вот это что такое а слушайте тут какие-то тоже напитки тут какие-то тоже напитки сейчас открою а по 45 бат вот они нарисованы как он 45 бат это знаете что молочный чай написано молочный чай это что такое со вкусом личи а чай зеленый со вкусом личи в общем это чай с разными фруктами и хранится он в холодильнике охлажденный 45 бат 90 рублей 90 рублей и чипсы кстати здесь тоже все не с такими вкусами как у нас вот допустим здесь я так понимаю со вкусом шашлыка у нас таких ну так как все-таки я торговлей занимаюсь и знаю у нас вообще абсолютно противоположный ассортимент по чипсам здесь чипсы ну мне кажется это наша вариация лысов вот судя по упаковке 30 бат 60 рублей со вкусом видимо каких-то там васаби что или что не знаю вот такая вот разная картошечка принглсы смотрите какие здесь 20 бат принглсы вот у нас в таких упаковках точно принглсы нет а здесь есть я ехала в Таиланд с целью знаете похудеть чисто там на фруктах на креветках а здесь смотришь вот такое разнообразие товаров которые очень хочется попробовать приедешь опять наверное с лишними с каждого отпуска привозишь какие-то лишние килограммы вот здесь масса какой-то воды все это холодильники я причем в прошлый раз испугалась это знаете такие холодильники они их дополняют с той стороны то есть не с этой стороны а с той стороны каким-то образом я брала и такое звяканье посуды я думаю елки-палки наверное у меня падают эти бутылочки а это с той стороны их пополняют смотрите видите там пространство с той стороны они докладывают вот это что-то витаминизированное видимо какой-то персиковый сок бутылочки все малипусенькие такие здесь по 10 бат ну что это такое нужно с переводчиком ходить так пиво кто-то спрашивал у меня про пиво я не знаю какой из этого пива вкусное или не вкусное но вот пиво 2 банки 99 бат 200 рублей за 2 банки по 50 рублей здесь 97 бат вот такое вот зелененькое такое вот разное пиво по 55 бат тоже 100 рублей недорого вот это вот пиво я смотрела канал летнее настроение по-моему называется 118 бат вот они вроде бы говорили что неплохой я пиво не любитель поэтому просто чисто показать вот чего я любитель так это вина я вчера брала вино здесь вот в такой маленькой бутылочке 60 бат стоило мне не понравилось оно сладкое я не люблю сладкие эти вина но на любителя вот кому-то может быть сладенькие нравится а так вот они 32 бат тоже 32 бат это такие какие-то вот эти винные напитки винные напитки здесь тоже целый шкаф с разнообразными это молоко наверное да с разными вкусами скорее всего маленькое смотри я зашла мы купили сейчас на улице у фермера манго то есть я зашла это вообще прекрасно у меня купила нож 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 у меня с собой я брала две ложечки молодец еще я взяла вот такую маску а я сейчас тоже пойдем покажешь где не стоять сейчас я хочу себе взять я закажу дома расческу я не взяла диздорант потому что у меня был большой дом поэтому магазин шикарный кстати смотрите здесь какие корзинки маленькие пойдем мне самое главное я шла интернет пополнить сюда а тут лекарства даже у них продаются в магазине тут есть сиропы от кашля ну вот просто надо знать видишь что-то для детей я вот тут стояла и смотрела и говорю что это такое вообще что это за продукция такая непонятно а вот это ты нам привозила да это очень удобно то есть вот это вот все я теперь на будущее буду знать можно не везти потому что я с тобой брала лекопат в общем очень очень много вот таких вот миниатюрных масочек которые можно взять попробовать маленькую если понравится то они потом продаются в больших упаковках и уже сделать для себя вывод вообще что это такое ну вот сколько вот это 39 80 рублей вот такая штучка стоит скажу вот мне выдали для сим-карты там как пополнять написано пополнять в 7-11 и вот фамилимарт фамилимарт называется правильно сейчас вам покажу он делает сейчас можно посмотреть сейчас я тарифы вам покажу вот они видишь тарифы что сколько стоит вот допустим на 30 дней на 7 дней на 7 дней а можете посмотреть тарифы дать тарифы прайс 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 максимум гб да я посмотрю how much вот смотри 20 гигабайт что ли ну это на 30 дней нет есть прайс прайс вот он тебе дал смотри где это моё что 199 бат how many гигабайт 1 не надо макс макс гигабайт 15 а вот смотри сколько мы вчера взяли 10 сколько стоит 10 мегабайт нету ведь нет 7-11 в общем нужно идти вот вот а написано видите что можно пополнить это все family mart и 7-11 расчет здесь в магазине только в батах никаких не долларов ничего местная налюта баты принимает только баты карточкой тоже расплачиваться невыгодно потому что по карте идут проценты с деньгами то разобраться не могу смотрите какие деньги сколько он насчитал бат что-то что-то там разогревает так 40 а вообще мелкие наверное лучше и не тратить сейчас дамка я ему 100 100 бат вот видите разогревали сейчас людям 147 да 147 бат так еще 20 держите деньги такие разноцветные все деньги разноцветные у нас города на деньгах нарисованы а здесь королей Винстон кстати стоит 95 бат пробую пробую тестирую вот такие вот баночки давайте посмотрим с вами а трубочки то как удобно боже мой вот это вот шоколад вот первая бутылочка это молочный шоколад как у нас чудо молочное с шоколадом очень-очень вкусно у нас чудо оно густое а это оно прям такое жиденько охлажденное очень вкусно а вот это да да мы идем я что ж а вот этот вот второй напиток он кофейный он менее слабый кофейное молоко в принципе вкусно но вот этот вот что на нем написано в общем вот таким вот образом выглядит вот это вот советую попробовать если любите такие молочные напитки то это вкусно наконец таки мы дошли до пляжа на второй день добрались почему потому что здесь очень мало купается людей потому что вода не очень чистая но мы сейчас подойдем поближе посмотрим но вообще впереди я вижу пляж в принципе люди лежат загорают и даже купаются как-то быть на море и не искупаться в общем мы сейчас с вами все протестируем сбылась мечта идиотки попасть здесь зимой в лето спокойно оставили свои вещи на пляже что это чистая вода чистая вода говорили грязная грязная теплая слушайте она теплая теплая вода она даже теплее чем мы вот были последний раз в Турции когда отдыхали теплее вода гораздо где-то наверно градусов 30 сейчас вместе с вами сплаваем вы знаете кто-то конечно может сказать что это идиотизм и ты с телефоном купаться но я хочу вот для всех зрителей показать потому что не все могут выбраться не у всех есть время не у всех есть возможность и вообще возможность путешествовать понимаете кто-то ограничен в передвижениях а здесь когда ты видишь кого-то из блогеров ты путешествуешь вместе с ним в любом случае вам передаются какие-то такие эмоции такое вы знаете ощущение сказки прямо вообще сейчас я вам покажу поближе водичку вот такая вот вода смотрите вот допустим моя рука вода ну может быть конечно она там не настолько чистая но в любом случае знаете мне кажется здесь чище чем у нас на водоемах на наших где все реки и озера я бы сказала в худшем состоянии подмосковье я имею ввиду про подмосковье говорю ну вот такой вот смотрите пляжик здесь оксана вещи здесь не возьму да нет вещи говорю здесь не возьму как ты думаешь ну как это дело случилось только звук но встать точно не возьмут ну да но здесь туристов то полно в этом году море действительно чище даже в том году мы купались как бы призгливо но когда ты поедешь на острова ты обалдеть это паунти пить не надо воду от удовольствия а я слышала что вот на острова когда ездили на ежа наступили ногу прокололи нет? ну вот ежи говорили что есть есть что лучше все таки в обуви да в специальной ооо а как она у тебя утонет такая надо купить в общем все такие исландцы которые не снимаются ну куда поехали завтра на утро? Залина приедет ну а что мы один раз только съездим? ну а что здесь чистая вода? а там на островах белоснежный песочек пляж 5 на 7 и 5 тысяч на 7 катерские делить или 5 на 5 ну можно но на самом деле оксана на катере а можно на пароме съездить на пароме это стоит не настолько дорог они едут все в жилетах на пароме и так знаешь покачивать Юра значит ну это в 14 году когда мы у нас когда были ааааа знаешь и он опять ааааа а Юра он любит повыступать он живет и ему нравится самолет все хлопают и вот аааа и знаешь уже такая тишина в самолете я молчу когда мы вчера массаж делали мы лежим массаж делаем ну вот все тихо спокойно там каждый наслаждается а Юра аааааа тайки смеются а потом он затих знаете ему делали делали он там стонал стонал а потом затих и мы там там все со шторочками что он там делал непонятно видит что он начал кстати стать да делали вообще все хорошо а пропадал слушайте здесь очень много людей которые занимаются спортом вот это вот набережная по набережной постоянно кто-то бегает вот смотришь и кто-то бегает и вот вообще я смотрю что очень много здесь подтянутых людей так такие стройные то есть как бы сейчас все за здоровый образ жизни Юра краба поймал ух ты ну понятно почему они тут везде продаются потому что вот они мы в море купаемся вот Юра уже поймал себе обед теперь осталось приготовить этот обед ахахахах ахахахах Паттайя, Паттайя Савадиха Паттайя Паттайя в этот город дождей прекрасный приезжай здесь всегда ведь легко и просто это рай россияне привет дам вам дильный совет летайте в Паттайя Масклабангкок Паттайя Масклабангкок Паттайя Акьяна Стропа Паттайя 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 Субтитры сделал DimaTorzok